Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро! Доброе утро! И мы продолжаем изучать слова Торы на фоне иудейских гор. Я не знаю, это иудейские горы или нет, это Мертвое море. Я сейчас нахожусь на Мертвом море. Это всего лишь полтора часа езды на машине от Иерусалима. Максим Перенчук, шалом, шалом! И Мертвое море, полтора часа езды от Иерусалима. И здесь как раз был вздом Амора, здесь жил Лот, здесь ходил Авраам. Здесь совсем-совсем недалеко город Иерихо. Иерихо вообще, помните, когда евреи зашли в Израиль, то это как раз было со стороны Иерихо. Они зашли, и Иерихо первым в стены опустились, помните, да? Хорошо. И, значит, мы изучаем, продолжаем изучать Тору, и мы продолжаем изучать Мишли, притчи царя Соломона. И, слава Богу, продолжаем с помощью изучения Тора и изучения, что Бог от нас хочет, мы с ним соединяемся. Итак, значит, мы дошли до... сегодня мы должны закончить пятнадцатую главу. Пятнадцатую главу мы должны закончить, уже будет половина книги, всего тридцать одна глава из книги Мишли. И дошли мы до тридцать второго отрывка. Давайте я напомню тридцать первый. Тридцать первый отрывок, на котором мы остановились, он был такой. Человек с детства является таким, знаете, как каждый человек является, является, вот мы съедаем пищу, и пища становится нами, превращается в энергию. И мы съедаем информацию снаружи, да, то есть мы принимаем информацию снаружи, из окружающего мира, и эту же информацию, потом она внутри в нас варится, и мы принимаем какие-то решения на базе этой информации. То есть человек такой, он перерабатывает, да, то есть он берет с внешнего мира, перерабатывает, берет информацию, и дальше он что-то дает, какую-то информацию во внешний мир. И тот, кто потребляет Тору, он выдает во внешний мир какие-то добрые слова, вот мы учили в 15 главе в начале, что мудрецы, язык мудрецов, он улучшает познание. То есть если у человека восприятие мира, это называется познание мира, то есть мы этот мир познаем, то есть человек берет, впитывает вот эту картинку, это знание, но дальше он это знание, он как бы его внутри себя обогащает своими намерениями, например, своими целями. Кто хочет делать добро, он добавляет в картинку этого мира добра. Кто хочет делать зло, он берет, например, убили одного чернокожего в Нью-Йорке, в Нью-Йорке где-то убили его, один полицейский убил одного чернокожего. Все, это было ужасное событие, страшное происшествие, которое, к сожалению, произошло. Но все остальные люди взяли это событие, и каждый это событие внутри себя его переработал, и кто-то пошел грабить магазины, кто-то пошел избивать другого, кто-то пошел на демонстрации кричать там против Трампа. То есть каждый взял это событие, и его внутри напитал своим как бы внутренним мысленным бульоном, и в зависимости от своих намерений кто-то пошел грабить, кто-то пошел убивать, кто-то пошел кричать, что надо там полицейского этого посадить. Да, хорошо, полицейского надо посадить. Причем тут зачем грабить магазины, зачем ломать, зачем рушить, зачем убивать других людей, ведь сколько людей уже подивало, которые не связаны с этим. Значит, это то, что мы изучили, и для того, чтобы напитывать свое, получать снаружи максимально качественную информацию, нам посоветовал царь Соломон в 30 главе, в 31 отрывке, в 15 главе, чтобы мы жили в среде мудрецов проживая. То есть когда мы изучаем, например, изучаем Мишли, то мы в этот момент как будто бы общаемся с царем Соломоном. То есть мы берем его слова, пытаемся их понять, пытаемся их запомнить, пытаемся их вникнуть в них, пытаемся потом эти слова использовать в своей жизни. То есть это и называется то, что он советовал в среде мудрецов проживать. И чем больше ты заполняешь свою голову информацией качественной, тем лучше, потому что остановки нет. Мозг, мозг, он останавливается только когда человек спит, и то он не останавливается, а он в этот момент перегружает накопленные за день впечатления, он их перегружает в как бы на жесткий диск, в долговременную память. Понятно, да? Хорошо. Теперь 31 отрывок. 32 отрывок. У нас осталось сегодня 32-й, 33-й отрывок в главе, какой? В главе, значит, 15-й. 32 отрывок. Мусаром, наставлением, назиданием. Давайте я напомню. Значит, первое, здесь есть понятие мусар. Мусар это система наставления, назидания через страх и через боль. Есть мусар, когда человека просто пугают, ему говорят, послушай, если ты будешь плохо себя вести, вот яркий пример мусара, когда ребенка, маленького ребенка пугают и говорят, будешь плохо себя вести, придет там баба-яга и тебя заберет. То есть, с помощью этой бабы-яги ребенка пытаются испугать, чтобы он не делал неправильные для себя вещи, чтобы он не лез в розетку, чтобы он там не ел какую-то вредную еду, не воровал, не обманывал и так далее. То есть, баба-яга является вот этим вот мусаром, этим наставлением, которым пытаются испугать ребенка, чтобы он не делал плохое. В Торе точно так же, есть целые главы в Торе, которые говорят, если вы не будете слушать Бога Всесильного вашего, то, прямо мы говорим в Шмай-Исраэль два раза в день, то, если вы будете служить другим богам и полканяться им, служить идолам, то разгневается на вас Бог и не будет закроет небеса, и исчезнете вы вскоре с той благодатной земли и так далее. Два раза в день евреи говорят в Шмай-Исраэль, что если мы не будем соблюдать заповеди, Бог на нас разгневается и выгонит нас из Израиля. Это яркий пример мусара. То есть, тот, кто читает Шмай-Исраэль и вникает в это, он должен испугаться и начать соблюдать заповеди. Понятно, да? Теперь, значит, это называется мусар, когда пугают. Теперь есть то-ха-ха. То-ха-ха это наставление, когда ребенка не пугают баба-югой или цыганями, а ребенку объясняют. Уважаемый ребенок, смотри, вот эта розетка, в нее лезть нельзя, там есть ток 220 вольт. Это ток 220 вольт, если ты засовываешь туда пальцы, и ты в это время стоишь там на мокром каком-то месте или там на другом каком-то месте, ток идет сквозь тело человека и убивает его. Понятно? Это называется назидание. То есть, ребенку объясняют, его не пугают, а ему объясняют, как все работает. Так вот, все это Мишли, то, что мы сейчас изучаем, притчи, это все называется назидание. То есть, нам объясняют, нам объясняют, как жить, для чего жить, почему жить, как это все работает. Теперь есть мусар, пугают, есть назидание, то-ха-ха. Это объясняют. Понятно, да? Это две разные вещи, но смысл такой же. То есть, когда пытаются человека отговорить, делать плохие, неправильные вещи. Теперь дальше. Есть такое понятие, как душа. Душа человека – это, смотрите, есть у человека мясо, тело. Ну вот мясо просто. Заходишь в магазин мясо, да, и лежат туши такие, мясо, мясо, кости и так далее. Вот это тело человека. Мясо – это кости. Теперь есть внутри то, что наполняет это все жизненностью. Это называется душа. Есть душа животное, которая наполняет тело. Есть дух намерения. Кстати, я сейчас стал на всякий случай вести параллельный, я веду сейчас шедур. Шедур – это трансляция в Инстаграме. Поэтому, если кто-то больше привык пользоваться Инстаграмом, то подпишитесь, пожалуйста, на страницу Вайкра в Инстаграме. И в Инстаграме сейчас есть то же самое, есть все уроки и так далее. То есть, есть Инстаграм и… Так, отлично. Все, продолжаем. Продолжаем. Значит, еще раз, 32-й отрывок. Отвергающий вот этот мусар наставления через страх, он презирает свою душу. Значит, смысл жизни человека заключается в том, что ты, проходя через вот этот вот мир, материальный мир, да, этот мир, в котором мы с вами сейчас находимся, это как компьютерная игра. Есть биоскафандр, это тело, биоскафандр. Он наполнен такой вот, как бы, внутри душа, которая наполняет этот биоскафандр. И внутри есть намерение, которым ты делаешь выбор. Вот намерение – это желание, намерение, куда ты двигаешь себя, да, куда ты себя двигаешь. И есть интеллект. Интеллект – это такой, как компьютер, который заполнен знаниями. И если ты заполняешь интеллект божественной торой, да, торой – это божественное знание, в котором рассказывается про Бога, про духовный мир, про следующий уровень, то тогда ты можешь, выбрав этот уровень, то ты можешь свое намерение направить на то, что ты двигаешься в сторону Бога, И ты тогда выбираешь, учишь Тору, делаешь заповеди и так далее, и твоя вот эта вот душа, которая в теле, которая животная душа, которая как бы наполняет этот вот скафандр из мяса, она напитывается вот этой вот духовностью, напитывается, напитывается, каждая заповедь, каждый урок Торы напитывается, напитывается, и потом она выходит из этого скафандра и переходит в духовный мир. В этом смысл изучения Торы, выполнения заповедей, то есть перейти на следующий уровень игры в духовный мир. Теперь, животное тело, животная часть человека, она устроена как у животных, и она, человека ведет инстинктивно, ведет его в свобода размножения, свобода питания, свобода, полная свобода, нет надо мной хозяина, то есть, вот эта вот инстинктивная животная часть, она ведет человека против духовности. Теперь задача, изучая Тору и выбирая, каждый раз выбирая выполнять заповеди, двигаться в сторону Бога. Теперь, для этого нам Бог дал два инструмента. Первый инструмент называется мусар. Это когда ты себя пугаешь, и если не ты себя пугаешь, то когда ты действуешь неправильно, включается такая система, что ты испытываешь внешние страдания, которые должны тебя научить, что ты сошел с пути. Это как бы система корректировки. Это называется мусар. Есть то-ха-ха, наставление, где Бог нас учит через Мишли, через Пертьевод, поучение мудрецов, есть разные-разные такие вот книги, через вся Тора, в принципе, это то-ха-ха, это поучение, что и как надо делать. Это интеллектуальное такое знание. Но вот это интеллектуальное знание Торы, без вот этого мусара, умения заставить себя действовать и это выполнять, оно вместе, оно не работает. Понятно. Теперь говорится нам в 32-м отрывке. Поре мусар. Тот, кто себя сбрасывает, этот мусар. Не надо меня пугать, все, я все сам знаю, все, если у меня неприятности, случайно. У меня есть один знакомый, вот у него неприятности, евреи, неприятности у него просто, он не вылазит из неприятностей. И когда ему я пытаюсь объяснить, что это Бог тебя пытается направить на правильный путь и так далее, подумай, 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 а все случайно, все случайно, пролезет, пролезет, и оно у него с каждым разом все хуже, хуже и хуже. Теперь, значит, тот, кто поре мусар, тот, кто себя сбрасывает мусар, он презирает свою душу. На самом деле он себя не любит. Когда он говорит, я не буду соблюдать заповеди, потому что я себя люблю, я хочу жить, как я хочу, на самом деле он себя убивает, уничтожает. Это как наркоман, который уничтожает себя, как обжора, который обжорством своим убивает себя, как курец, который курит, и он, значит, уничтожает себя. Точно так же человек, который презирает мусар, который наставление Бога презирает, он на самом деле презирает свою душу, и у него шансов нет. То есть он как бы просто, ну, там, здесь подрыгается, подрыгается, пожрет, что хочет, поведет себя так, я хочу, типа, делай, что хочешь, да, и у него есть всегда идеологи, которые говорят, делай, что хочешь. Ну и все, и потом они все в неврозах, в психозах, в паранойях, и умирают, им открывается на какой-то момент, что они потеряли, потеряли они духовный мир, вечность, рай, и так далее, и все, и они, значит, идут, ну, то есть эта личность стирается, и появляется опять новая игра, новое тело, новая вот эта вот животная душа, новое намерение, и новый интеллект, новое знание, которое загружают окружающие люди знанием о мире, потом попадает в этот компьютер, попадает Тора, и опять у тебя свобода выбора, ты идешь к Богу, или ты идешь на пути, или ты служишь своему я, своему эго, своей иллюзии, которая пшик. Эго человека, это не более, чем истории о себе. Все. 32-го отрывок нам царь Соломон сказал. Отвергающий мусар, он презирает свою душу. Вэшумэ, то ха-ха, тот, кто услышал наставление, то, что я сейчас объясняю, это как наставление, это то, что, ну, просто я объясняю, хочешь верь, хочешь не верь, что тот, кто услышал вот это наставление, кон и лев, он приобретает свое сердце. Он начинает управлять тогда над своим вот этим вот хаотичным подсознанием, своим хаотичным мышлением, которое нафаршировано туда-сюда, это хочу, то хочу, этому завидую, тому завидую, а что делать дальше, и так далее. То есть весь мир живет в хаосе. Тот, кто приобрел вот эту вот систему управления Тора, которую Бог дал, в которой он все четенько сообщил, как работает, что делать, как делать и так далее, для чего делать, в этот момент он, кто это услышал, он приобрел свое сердце. Его сердце все равно продолжает блуждать. То есть, как мы в Шмайсраэль говорим, и не будете блуждать легко мы и сердцем, и глазами. Все равно сердце и глаза блуждают без остановки. Но тот, кто знает уже об этом, тот, кто может наблюдать за собой, он приобретает, он как бы стал хозяином над своим сердцем. У него появляется осознанность и понимание, что его глаза и сердце ведут его против него. И когда он идет на поводу у своего сердца, он на самом деле идет против себя, против своей души и презирает свою душу. И 33-й отрывок завершает очень такую глубокую 15-ю главу, в которой было очень много полезных, разных жизненных советов. 33-й отрывок, он звучит так. Ира, Ташем, Мусар, Хахма. Значит, трепет перед Богом создается через Мусар, через вот это наставление и мудрость. Вэлифней, Кавод, Анова. И перед почетом, Анова это скромность и смирение. Значит, здесь нам царь Соломон, чтобы мы запомнили, дает полностью формулу, прям вот в одном отрывке, дает полную формулу. Значит, высшая степень связи с Богом называется Ира Ташем. Страх перед Богом или трепет перед Богом. А по-простому это эмоциональное ощущение связи с Богом. Есть трепет, есть любовь. Так вот, трепет, страх вот этот, да, его ощутить легче, чем любовь. То есть, любовь приятней, но страх легче. И вот как бы смысл соединения с Богом, это почувствовать вот эту внутреннюю связь трепет через Бога, перед Богом. Откуда берется эта внутренняя связь с Богом? От мусара, от вот этого наставления, когда ты себя пугаешь страхом наказания, какие-то страдания, которые человека ждут. Все равно всех ждут страдания, болезни, старость и так далее. То есть, человек этого боится, и он берет, использует этот страх для того, чтобы стать на правильный путь. Но вторая составляющая, это, кроме мусара, это хохма, божественная мудрость. Если ты про Бога никогда не слышал, если Бог для тебя это три буквы, Б, О, Г, за которыми кроется картинка, там, какой-нибудь мужик с бородой, или, там, Нептун с какой-нибудь там хвостом, я не знаю, и так далее, то понятное дело, что это не тот Бог, в такого Бога верить нет смысла. Бог это и тогда хохма, хохма, божественное знание. Это начинается Тора, Берешит, Барайл, Утим, это Шамам, это Арит. Сначала Бог сотворил небеса и землю. И когда ты изучаешь это, когда ты понимаешь, что Бог это то, что называют Создатель, тот, кто наполняет все, бесконечно, и так далее, когда у тебя появляется знание о Боди, и к этому знанию добавляется страх перед Богом, тогда появляется трепет перед Богом, то есть внутреннее ощущение связи с Богом. И, значит, Ира, Ташем, Мусар, Хохма, значит, страх, трепет перед Богом, вот эта связь внутренняя с Богом, она складывается из мусара, наставления, когда ты себя пугаешь и ставишь себя на правильный путь. И хохма, божественная мудрость, когда ты знаешь, начинаешь изучать о Боди, узнавать о Боди. В элифнеке вот, и перед почетом, причиной почета является скромность. Значит, здесь речь идет не о почете, как, там, я не знаю, давайте, там, миллион лайков, тикток, там, знаете, я самый главный тиктокер, а что ты делаешь? А я вот так делаю, вы видели, я вот так вот делал. Вау, он делал вот так, вот это почетный человек, да, он делал вот так, у него миллион подписчиков. Это не почет, это бред. Почет, это, есть такое понятие, которое вот люди его выражают словом харизма. Харизма, это божественное присутствие. Вот здесь люди, в которых есть божественное присутствие, и в которых прямо вот он идет, и видно, что Бог через него действует, создает какие-то великие дела, влияет на мир. Это называется почет настоящий, божественное присутствие. Так, теперь, как его получить? И объясняет нам царь Соломон одним словом. Лифней Кавод перед вот этим вот почетом, божественным присутствием, анова, скромность. Что такое анова? Значит, есть у человека, у каждого человека есть некое представление о себе и своей личности. Вот каждый спросит там, ты кто? Я Ицхак Ментусевич. Ментусевич, а кто ты, Ицхак Ментусевич? Я почетный профессор бизнес-школы Синердии. А еще ты кто? А еще я автор книг. И вот у человека есть набор историй о себе, но все эти истории, это просто истории. Просто это набор нити слов, нити набор идей, в которых я эти книжки написал там 7 или 8 лет назад. То есть я за первых 7 лет написал 14 книг. Ну и что, что я их написал? Ну, кроме того, что у меня есть история о себе, в которой я себе рассказал, что я их написал, и кто-то верит в эту историю. Это на самом деле ничего. И как только человек понимает, что все, что у него есть, это все просто божественный свет, который через него проходит. Это все божественная милость. Это все стечение обстоятельств, которые не просто стеклись, а Бог это все свел. И одной, любой вот прямо малейшей детали было достаточно, чтобы все это остановилось. И когда человек понимает, что его самого, его вот этого я, этого нет, это набор историй, а есть только божественный свет, который через него проходит, это называется анова. Анова это скромность и смирение. И тогда сквозь него начинает проходить почет, божественный свет начинает сквозь него проходить. Ана в Миколе-Дам, самый скромный из всех людей, это был Маше Рабейну. Маше Рабейну, Моисея, у него его я вообще не было. Если мы посмотрим на самых великих еврейских мудрецов, да, мудрецов, там, таких пророков, говорится про царя Давида, что он был очень скромный, он был анаф, он был смиренный, да. Он в псалмах, он про себя говорил так. Он говорит, ани толаа велоиш. Он говорит, я червяк и не человек. Он говорит, кто я? Вообще моего я, я червяк. Все от Бога, это все Бог действует через меня. Авраам Авийну, про отец Авраам, который был вообще, он, знаете, 10 испытаний, сына он готов был принести в жертву, когда Бог сказал, Бог испытывал, насколько Авраам слушается Бога и насколько он слышит свое я. Так вот, оказалось, что Авраам свое я вообще не слушал. Он даже был готов принести сына в жертву, если Бог сказал. Так Авраам про себя говорил, ма-ани, он говорил, что я, что мое я вот это, что мое эго. Афар-ваэфер, прах и пепел, это просто иллюзия какая-то. И Бог действовал через Авраама и изменил мир через Авраама, про отца Авраама. Теперь Машер Абейну, через которого была донатора Моисей, когда к нему сказали, вот ты там, ты то сделал то, он говорит, меня вообще нет. В инахнума нету меня. Кто я вообще? Вы ко мне? Все от Бога идет. Какой я? Меня просто нет. И именно через него больше всего проявился Бог. И это то, что царь Соломон сказал. Трепет перед Богом достигается от страха перед Богом и от знания о Боге. Вместе это дает связь с Богом. И перед почетом, перед тем, как Бог сквозь тебя начнет открываться и появится то, что люди называют сахаризма, перед этим наступает момент анова смирения, когда ты говоришь, что я, афар-ваэфер, я прах и пепел, моего я вообще нет, набор историй. Ицкак Пентусевич, два слова, которые непонятно откуда взялись, и просто два звука. Там почетный профессор. Какой почетный профессор? Почетный профессор дали Тайсону, Шварценедеру и мне. Это просто диплом, который вручали тем людям, которые помогли Синердией зарабатывать больше денег и которые помогли Синердией решать свои вопросы. Они отметили это таким дипломом, дали мне, Шварценедеру, Тайсону эти дипломы. Почетный профессор. Ну, отлично. Ицкак Адизус тоже почетный профессор. Только для них эти дипломы, они их бросили среди других бумажек, а я для меня это почетный профессор. Все. По факту это все иллюзия. И когда ты это осознаешь, искренне осознаешь, тогда приходит настоящий почет, и через тебя начинает проявляться Бог. Все. Я желаю всем нам, чтобы мы вот этот вот 33-й отрывок взяли как свою жизненную стратегию. Трепет перед Богом достигается через мусар, через наставление и через знание о Боге. И перед почетом, перед тем, как божественная слава проявится сквозь нас, а на вас скромность, убрать свое я, убрать свое эго. И быть скромнее. Все, друзья, будьте скромнее, и все будет великолепно. Все. Напишите свои выводы из этого урока и какие-то сделайте действия, исходя из этих выводов. Все. Всем пока. Удачи, успехов. Прекрасного.